Всем привет друзья! А у нас вот такое сегодня утречко, а у Буси тоже доброе утро. Бусик, где Чубайс? Чубайс поел и куда-то ушел. Меня вот это прям напрягать стало, как бы не нашел еще приключений. Вот такое у нас, друзья, сегодня утро. Ветер такой, скажем так, приличный и свежо. Чуть я не посмотрела сколько градусов, но свеженько так. Я теплицу одну створку открыла. Сейчас хочу вот еще одну открыть, маленькую. Потому что вот так вот вдруг проморгаешь ветер, и все, и будет, как говорится, нехорошо. Может все погореть. Солнышко то есть. Ну вот. Сейчас идем в теплицу. У меня вчера случился здесь неприятный инцидент. Буси, вот это ты сделал или кто вот меня интересует? Потому что любительность под теплицу ходить. Вот видите, огурец валяется. В общем, захожу вчера вечером полить и закрыть. А у меня вот этот огурец, вот самое большое главное дело, валяется, отломанный, прямо от корня. В общем, такие дела. Этот у меня вроде огурчик пошел. Вот. Как-то так. Как-то так. Вот петрушка что-то... О, петрушка. Редиска пока какая-то маленькая. Что-то в этом году уже пора бы ее и есть. Она что-то маленькая. Сейчас хочу шпинатику немножко нарвать. Вот. На завтрак. На завтрак. Нарву немножко шпинатику. Потому что нужно его уже есть. Вот. Вот видите что? Вот как вот тут что-то вырастет. Бусь, вот куда ты, Бусь? Вот честно мне скажи, куда тебя понесло? Вот и все. Вот как тут может что-то вырасти? Как? Если тут такая забота. Ну вот, пошла. Огурец! Ну, не сложно догадаться. Вот она, пожалуйста. И хоть что-то ей. Бусь, вообще-то тут у меня сельдерей, Бусь. Ничего страшного. Ну, это бесполезно. Я ее не подниму, потому что я не осилию ее поднять. Она пользуется. Сейчас я обстригу шпинат и пойдем домой. Ну вот, друзья, я приготовила себе завтрак. У меня здесь гречневые хлебцы и зеленые гречки с добавлением льна. Ну, естественно, соль. Здесь у меня салат. Капуста, огурец, чеснок, шпинат, укроп, льняное масло, соль. Ну, и здесь у меня настой шиповника с имбирем, с мятой, с мелиссой. С нашего огорода, наконец-то. Вот. Вот такой у меня будет завтрак. Все, я пошла завтракать. А мне что-то захотелось сладкого. И чтобы ничего не метнуть, как говорится, я решила сделать себе халву. Здесь у меня кунжут. Вот он. Ой, кунжут. Вот что говорю. Семь льна. Здесь у меня кунжут. Сейчас я все пробью через блендер. Я делаю на глаз. Нет у меня пропорций. Сейчас я пробью семя льна. Потом пробью кунжут. Все это в контейнер сложу. Добавлю меда, немного воды. Все это перемешаю хорошо. Утрамбую и уберу в морозильник. Прям буквально минут, наверное, на 20-30 часов максимум, если не забуду, как в тот раз последний. Вот. И все. И, как говорится, будет у меня халва. И, возможно, я сейчас добавлю сюда немножко семян чия. Так я еще ни разу не делала. Попробую эксперимент. Ну вот. Я пробила семя льна. Пробила кунжут. Ну, тут, как говорится, остапа понесло. Я пробила еще семечки тыквы и семена чия. Вот. Все на глаз сделаю. Нет у меня никаких пропорций. Вот. Добавила мед и добавила немного воды. И сейчас все тщательно перемешаю, чтобы была однородная масса. Вот такая масса у меня получилась. Она влажная. Из нее можно как бы лепить. Вот. До этого я делала в контейнере. Уплотняла в контейнере. А сейчас я решила. Возьму целлофанный пакет, переложу, все уплотню и уберу, как говорится, в морозильник, да? И потом достану и попробую нарезать на кусочки. Ну, мне интересно, что получится у меня из этого. Не понравился мне так чисто пакетик. Я сделала все-таки, как делала тогда. Вот. Положила этот пакетик вот в дозочку, в такую, в контейнер. Все уплотнила вот такой толкушкой. Прямо вот так брала и уплотняла. Вот. Все. Теперь я это все ставлю в морозильник. В морозилку, вернее. Минут на 20, наверное. Ну, может, на полчаса, чтобы она немножко охладилась. Потому что мед же подтаял, и масло, все-таки и кунжут, и льняные семечки, все равно это они маслянистые. Так что, да и тыкву тоже. Так что вот. Будем потом смотреть. Вот такая халва у меня получилась. Я тут уже съела, пока с сестрой разговаривала. Вот. Она плотная. Вот видите? Ложка у меня. У меня же в холодильнике стоит. Просто я сейчас не хочу резать. Мне так удобнее. Зачем мне резать? Я могу ложкой это все дело отколупывать. Вот. А так она вполне режется. Видите? Она держит форму. Все прекрасно. Мне нравится. И я немножко ее еще подсолила. Я всегда сладкую выпечку солю. Не важно, что это. И ее я немножко подсолила. То есть здесь у меня семя льна, кунжут, чия и тыквенные семечки. Мед, немного воды и немножко капелюшка соли. Мне нравится. Вот. Всё. Спасибо.